2020 год обесценил смерти мудро заметила актриса юлия аук узнав о смерти валентина гафта каждый день умирают знакомые близкие далекие совсем родные друзья и каждый день умирают великие раньше мы вздыхали уходит эпоха сейчас уже молчу из 2020 года мы выйдем голыми у нас кроме нас уже никого не будет мы те кто нас сметут с лица земли шпана которая идет вслед уходящий год оказался самым страшным в личной биографии каждого из нас и сокрушительным для культуры не проходит недели чтобы мы не узнали про смерть еще одного актера режиссера 6 ноября остановилось сердце писателя сатирика михаила жванецкого 14 ноября умер актер их у друг созданного им же театра армен джигарханян 17 ноября ушел из жизни режиссер роман виктюк а 12 декабря не стала актерой поэта валентина гафта по мистическому совпадению все они были практически ровесники гафт и джигарханян этой осенью отметили 85-летие жванецкому было 86 а виктюку 84 врач гириат в специалист по лечению больных пожилого и старческого возраста объяснил что этой страшной закономерности есть научное объяснение врачи сегодня выделяют пять возрастов молодой зрелый пожилой старческие долгожители говорит специалист возраста от 75 до 89 лет считается старческим и наиболее критичным для человека как показывает моя многолетняя практика то если мужчина перешагивает 80 летний рубеж то 85 или плюс-минус год это та черта через которую проходят лишь единицы ученые выяснили что после 40 лет уровень тестостерона в мужском организме снижается на 2-3 процента в год и получается что именно к 85 годам его совсем не остается а это в свою очередь сильно увеличивает риск смерти от ишемической болезни сердца